всем привет недавно на канале было видео о том что 21 июля двадцать первого года google фото прекратит безлимитную загрузку фотографий один из подписчиков под видео подсказал один способ как и чем можно заменить приложение google фото редактора там нет но все остальные функции в общем-то поддерживать но и самое главное что в этом хранилище имеется 1024 гигабайта то есть 1 терабайт бесплатного бессрочного хранения вы можете установить это и смотреть и давайте пройдемся приложение называется дубокс я его установилась google play ну из play маркета и он требует регистрацию либо ввести почту либо зайти под аккаунтом фейсбука или гугла также на сайте есть apple айди ну или по крайней мере под учетной записью apple можно войти я же вошел под учетной записью отправлено было письмо письмо благополучно я получил подтвердил электронную почту веб-интерфейс оказался таким но это с мобильного устройства то есть если мы нажмем кнопочку войти мы падать попадаем на сайт и вот если видите то есть уголочки apple ход то есть также вы можете не только на android поставить это приложение но и на iphone и вот так выглядит интерфейс с телефона здесь можно загружать можно создавать папки папки по умолчанию картинка документ видео музыка другие и корзина корзина через каждые 10 дней 1 очищается самостоятельно либо вы можете сами ее очистить так выглядит интерфейс в подражения всего просит только одно то есть разрешить дубокс доступ фото мультимедиа файлам на устройстве все больше никаких разрешений нет давайте тогда посмотрим а ну вот еще один скриншот на устройстве он показал мне несколько папок которые у меня есть фотографии то есть нужно было чекбокс поставить чтобы открыть доступ какой-то из папок так еще что мне понравилось архивация фотографии понятно то есть использование мобильных данных данных при архивации фотографии то есть мы можем загружать только по вай фай когда она даст доступная сеть либо можете можем по мобильной сети вот так ну и наверное все таки нужно перейти к самому приложению посмотреть как она выглядит выглядит она следующим образом образом вот циферка 2 давайте посмотрим об все еще года а вот то есть а у меня получилось что архивация естественно идет сейчас автоматически потому что я нахожусь на вай фай вручную я загрузил три файла ну так попробовать да вообще вот файлы загружаются это один гигабайт да получается выполняется архивация бомбы а где тут таким образом то есть мы естественно можем просматривать свои фотографии вот они подгружаются то есть вот таким образом мы можем их просматривать так еще что мне понравилось вот допустим мы можем показывать все можем только изображение показывать можем показывать только видео то есть это очень удобно если вы решили посмотреть только фотографии из облака вы можете смотреть фотографии а можете только видео давайте посмотрим как профиль выглядит в профиль выглядит таким образом вот сейчас 1 терабайт бесплатного хранилища у меня 3 мегабайта занято и фотки еще под подгружается автоархивация фото ну а здесь мы уже были да то есть мы здесь даем доступ к своему устройству что мы хотим загрузить какую из папок центр безопасность да вот что я хотел вам сказать ваше приложение можно войти открыв его а можно поставить любой код то есть придумали код и все пожалуйста я насколько понял код не ставлю пока но скорее всего там нет еще входа по отпечатку пальцев я поставил чекбокс такой вход в систему за границей подтверждение личности при входе в систему за границей для предотвращения взлома учетной записи я не не боюсь ничего но тем не менее поставил ну по крайней мере чтобы тот кто хочет меня взломать находится за границей российской федерации ему не удастся это сделать меня могут взломать только те люди которые находятся в россии но это в том случае если получат телефон мой вот подтверждение личности в хрень раз тем я не ставлю этот бокс ну чекбокс не открываю потому что мне это не надо вы можете это сделать давайте посмотрим еще настроечки вместо загрузки по умолчанию вот здесь мы можем указать папочку но по умолчанию она указана любовь донод то есть те фотографии которые мы хотим с облако вернуть к себе на телефон они будут храниться в этой папочки и вот перевод такой интересен уверен отображение перевода строки когда имя файла слишком длинно мы уже это видели когда потом покажу то есть длинное имя она будет виднется полностью передачи только по вай-фай версия на момент смог просмотра 151 так обратная связь от клиентов отзывы и приложения поощрить до бокс то есть все это мы можем но и вот корзина которая автоматически удаляет файлы через 10 дней то это здорово один терабайт бесплатно также мы можем зайти с компьютером мы можем backup компьютера какой-то сохранить также мы можем зайти с айфона также с андроида ну и если мы хотим там какие-то тв-бокс или еще что то то есть все это работает если вам видео понравилось делитесь с друзьями этим видео пусть друзья ваши тоже заводят один терабайт это бывает очень редко у меня последний раз терабайт на боб перед терабайт на облако было это майловская когда они открывали только свои облака все остальные гораздо меньше все на этом все всем пока а